Все в порядке, да? Дорогие коллеги, ну я не знаю, можно, наверное, не вставая. Мы все сидим, это да-да-да-да-да, не означает, что я не проявляю уважения, но вот, по крайней мере, мы останемся на местах. Уважаемые коллеги, я не буду снимать маску с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Значит, меня зовут Глушков Владимир Витальевич, и я рад сегодня в качестве председателя диссертационного совета открыть заседание совета ЛФИ-01-04-07-003. Значит, мы сейчас проведем перекличку, значит, состав совета, председатель я назвал, присутствую здесь, зам. председателя совета Витухновский Алексей Григорьевич. Алексей Григорьевич, добрый день, вижу вас, вы нас слышите, видите, все в порядке. Да-да-да, все вижу, да-да-да. Члены совета Голубов Александр Аврамович. Александр Аврамович, рад вас видеть, добрый день, все, видите, слышите, контакт есть. Лейман Владимир Георгиевич, Владимир Георгиевич, рад вас видеть еще раз, да, добрый день. Попов Михаил Юрьевич, Михаил Юрьевич, добрый день, рад видеть, все, вижу, связь есть. И Стегайлов Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, добрый день, вижу, слышу, связь есть. Добрый день. Очень хорошо. Хорошо. Коллеги, сегодня на повестке дня защита диссертации Белянчикова Михаила Анатольевича. Фазовое состояние электродипольной решетки молекул воды в матрице кристаллов берила и кардиорита. Диссертация представлена на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010407. Физика конденсированного состояния. Ведущая организация. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт спектроскопии Российской Академии Наук. Научный руководитель. Горшунов Борис Петрович. Доктор физико-математических наук. Доцент. Главный научный сотрудник. Заведующий лабораторией терогерцовой спектроскопии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования. Московский физико-технический институт. Национальный исследовательский университет. Слово предоставляется ученому секретарю Киселеву Валерию Валерьевичу. Уважаемые коллеги, соискателям были предоставлены следующие документы. Диссертация опубликована 23 октября 2020 года. Была проведена проверка на текстное заимствование. Все в порядке. Автор реферат опубликован 23 октября 2020 года. Отзыв научного руководителя. Горшунова Бориса Петровича. Доктора физико-математических наук. Доцента. Главного научного сотрудника. Заведующий лабораторией терогерцовой спектроскопии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования. Московский физико-технический институт. Национальный исследовательский университет. Заключение организации, где проводилась апробация. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования. Московский физико-технический институт. Национальный исследовательский университет. Три отзыва. Первый отзыв. Командина Геннадия Анатольевича, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела субмиллиметровой спектроскопии Федерального государственного бюджетного учреждения наук Федеральный исследовательский центр Институт общей химии имени Прохорова Российской академии общей физики имени Прохорова Российской академии наук. Второй отзыв. Писарева Романа Васильевича, доктора физико-математических наук, профессора, главного научного сотрудника отделения физики диэлектриков и полупроводников лаборатории оптических явлений сигнетоэлектрических и магнитных кристаллов Федерального государственного бюджетного учреждения наук Физико-технический институт имени ИОФ и Российской академии наук. Третий отзыв. Колесова Бориса Алексеевича, доктора химических наук, профессора, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения наук Институт неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения Российской академии наук. Третий отзыв. Диплом магистра с отличием Федеральное государственное автономно-образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Информация о кандидатских экзаменах. Иностранный язык. Хорошо. История и философия науки. Физмат науки. Отлично. Физика конденсированного состояния. Отлично. Документы были предоставлены и упубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук-доктора наук в МФТИ. Диссертация Белянчикова Михаила Анатольевича принята к защите протоколом голосования Экспертного совета по физико-математическим наукам МФТИ номер FM 2020-31 от 23 октября 2020 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Шесть отзывов. Первый отзыв. Подготовил Глушков Владимир Витальевич, председатель диссертационного совета, доктор физико-математических наук, доцент, заместитель директора по научной работе Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Федеральный исследовательский центр, Институт общей физики имени Прохорова Российской академии наук. Второй отзыв. Витухновский Алексей Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией технологии 3D-печати функциональных микроструктур Федерального государственного основного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Третий отзыв. Подготовил Голубов Александр Абрамович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Четвертый отзыв. Лейман Владимир Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Пятый отзыв. Попов Михаил Георгиевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения Технологический институт сверхтвердых новых углеродных материалов. И шестой отзыв. Подготовил Стегайлов Владимир Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент, заведующий отделом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук. Следующий пункт нашего заседания — это слово предоставляется соискателю выступления по существу. Пожалуйста. Меня слышно? Здравствуйте, уважаемые члены дистанционного совета и все присутствующие. Благодарю за возможность выступить перед вами своим докладом, посвященным фазовым состояниям электродипольной решетки молекулы воды в матрице кристаллов верила и кардерита. Электродипольные решетки — это периодические решетки диполизма, действующих электродипольным образом. И данные системы представляют интерес с точки зрения поиска новых фаз в физике конденсированного состояния. В зависимости от параметра данной решетки в теоретических работах существует предсказание большого количества упорядоченных фаз сверхтекучего твердого тела. Практический интерес данной системы представляют с точки зрения создания искусственных квантовых систем благодаря квадратичному спектру квантования квантового ротатора и возможности настройки дипольного взаимодействия внешними постоянными переменными электрическими полями. Несмотря на большой теоретический эксперимент, существует малое количество экспериментальных работ, связанных с сложностью реализации данных систем. Основной существующий на данный момент способ реализации таких систем — это локализация молекул в интерфляционных оптических ловушках, решетках. Такой подход имеет как свои плюсы — это большая гибкость в настройке размерности, симметрии, периода такой решетки. Но данный подход обладает существенными минусами. Это необходимость использовать ультранизких температур, это диапазон температур микрокельвин, и это сложность получения хорошей решетки в смысле ее однородности и локализации именно одиночных диполей. В данной работе был предложен альтернативный способ создания электродипольных решеток с помощью локализации полярных молекул в кристаллической матрице диэлектриков. Здесь представлена схема и решетка кристалла берила. Видно, что кристаллическая решетка берила формирует треугольную решетку на напор. Каждый такой альтернативный напор может умещать только одну свободно вращающуюся молекулу воды и таким образом формировать электродипольную решетку. Такой подход имеет существенные плюсы — это монокристаллические микроскопические образцы, которые позволяют использовать широкий диапазон температур и экспериментальных техник, в том числе контактные измерения. Это хорошо определенная геометрия такой решетки. И обладая такими положительными качествами, данные кристаллы берила и кардерита с нанолокализованными молекулами воды были выполнены как объект исследования. Важно отметить, что исследование таких кристаллов также имеет интерес в более широком контексте исследования нанолокализованных состояний молекул воды. Известно, что свойства молекул воды могут сильно отличаться и даже приобретать качественно новое поведение в случае, в случае их локализации на каком-либо интерфейсе, в отличие от непрерывной фазы. Примерами могут служить молекулы воды в фульверену, в углеродных трубках, гидротирующие слои белков и нанолокализованные молекулы в природных породах. Целью работы было поставлено проведение систематических исследований природы возбуждения и фазовых состояний электродипольных решеток нанолокализованных полярных молекул на примере молекул воды в матрицах монокристаллов берила и кардерита с применением методов широкодиапазонной, диэлектрической спектроскопии, термодинамических измерений, компьютерного моделирования и теоретического анализа. В соответствии с данной целью были сформулированы конкретные задачи. Это синтез искусственных кристаллов берила и отбор высококачественных природных кристаллов кардерита, содержащих нанолокализованные полярные молекулы воды. Детальная и всесторонняя характеризация кристаллов с использованием рентгеновской дефракции, гранитометрического анализа, химического анализа и электронного микроанализа. Получение исследований температурно зависимых широкодиапазонных спектров диэлектрической проницаемости, оптической проводимости, а также температурного поведения, теплоемкости, водосодержащих и обезвоженных кристаллов. Разделение вкладов в измеренных характеристик кристаллической матрицы и от электродипольной решетки молекул воды. Проведение теоретического анализа и компьютерного моделирования для выявления природы основных состояний типов обнаруженных фазовых переходов, одночастичных и коллективных возбуждений в электродипольных решетках полярных молекул воды в данных кристаллов. Методами исследования были выбраны тергиюцовая спектроскопия с временным разрешением, инфракрасная фурья спектроскопия, в том числе инфракрасная микроскопия, контактная радиочастотная импеданс спектроскопия, волноводная СВЧ спектроскопия, измерение перотоков, релаксационный метод измерения теплоемкости и моделирование методами теории функциональной плотности Монте-Карло. Все экспериментальные измерения были проведены в диапазоне температур от 0,3 либо от 4 кельвин до 0,03 кельвин. Теперь я перейду непосредственно к результатам. И первое, с чего стоит начать, это с исследования свойств и геометрии одной молекулы воды на напоре таких кристаллов. На данном слайде представлен кристалл берила. Здесь увидена элементарная ячейка и, собственно, формируемая система на напор. Для исследования геометрии молекул воды и потенциала испытываемой молекулы воды было проведено моделирование методом теории функционала плотности. Методом минимизации энергии была проведена оптимизация геометрии молекулы воды. Было выяснено, что геометрия молекул воды очень близка к таковой в газовой фазе. Также был просканирован потенциал для разных степеней свободы молекулы воды. И было выяснено, что молекула воды может свободно вращаться вокруг оси С, испытывая 6-минименный потенциал с амплитудой, определенной самым точным гибридным методом, порядка 1 милиэлектрон вольта. Далее были исследованы нормальные моды такой одиночной молекулы воды с помощью метод теории функциональной плотности и измерены широкодиапазонные спектры оптической проводимости для кристаллов с обычной водой и кристаллов с тяжелой водой. Было проведено сопоставление теоретических экспериментальных спектров и проассоциированы и определенные характеры колебаний обнаруженных экспериментальных мод. Таким образом, первое защищаемое положение звучит так, динамикам молекул легкой и тяжелой воды, локализованных в матрицах на размерных пор геосканальных кристаллической решетки берила, описывается моделью квази-свободного ротатора в 6-ямном потенциале с аналитическими барьерами порядка 1 милиэлектрон вольта. Водяные линии поглощения, обнаруженные в водосодержащих кристаллов берила в таргетцовом и инфракрасном диапазоне частот, имеют трансляционную, либерационную, либо смешанную либерационно-трансляционную природу и демонстрируют частотные изотопические сдвиги. Далее перейдем к поведению, к свойствам ансамбля таких молекул воды. Для этого обратим внимание на низкочастотную часть спектра. Здесь приведена температурная зависимость трагерцовой части спектра. И видно, что здесь присутствует мягкая мода, то есть мода поглощения, частота, которая уменьшается с охлаждением. Следствием этого также является наличие в низкочастотной диэлектрической проницаемости обратной зависимости от температуры, то есть зависимости кировеса. И две данные экспериментальные особенности. Вопрос? Так, я не знаю, почему так происходит. Так, да-да, я понимаю. Уважаемые коллеги, небольшая техническая пауза связана с поисками мышки. Ничего страшного. Да-да-да, просто объявляют для записи, чтобы было понятно, что у нас, да, это не по вине соискателя, это исключительно технический сбой аппаратуры. Все меняется, свойства мышки, и ее... Она не исчезает, неизменно. Сейчас, подержи. Вот этот. Вот она... Она, как-то, что-то предиспроекционировалась, как мы с этим. То есть, ползилу сразу, но как-то потом половину. Подобуйте... А вот видите, она... Она рисунки не показывает, она похожа на рисунками. Это, наверное, только на этом слайде. Ничего страшного. Довольно. Давайте... Странно. На море на это. Только на это. У вас кривые слишком гусы. Так, хорошо, вроде бы все теперь работает. Теперь я могу... Хотя опять ничего не вижу. Ничего страшного. Хорошо. Она вот вводит кубе. Да, замечательно. Вместе с мягкой модой в низкочастотной диэлектрической проницаемости, в реальной части низкочастотной диэлектрической проницаемости была обнаружена обратная зависимость от температуры, что является хорошо известным законом Киривейса. Два данных экспериментальных наблюдения — это хорошо известные признаки пароэлектрической фазы. И, соответственно, возникает вопрос, к какой части образца данное поведение принадлежит, решетке или электротипольной решетке или матрице кристалла. Из соответствующих спектров обезвоженного образца и спектров для другой принципиальной поляризации можно заключить, что данные особенности принадлежат электротипольной решетке молекул воды в данном кристалле. Собственно, можно построить теоретическую модель, которая явно описывает данное поведение ансамбля таких квазисвободных ротаторов молекул воды. Для этого с помощью теории среднего поля был рассмотрен ансамбль классических ротаторов. Данный гамильтониан имеет аналитическое решение в виде эллиптического интеграла. Далее решение в виде эллиптических функций может быть поставлено в флоктуационно-дисципационную теорему, и могут быть получены аналитические выражения для восприимчивости такой системы, и откуда могут быть получены мнимые действительно часть диэлектрической проницаемости. Данная модель имеет три свободных параметра. Это величина потенциала, амплитуды дипольного взаимодействия и концентрации диполей. И, соответственно, экспериментальные спектры были хорошо описаны данной моделью со свободными параметрами, соответствующими экспериментальным значениям. Таким образом, мы можем заключить, что паралектрическое поведение связано с паралектрическим откликом ансамбля таких квазисвободных ротаторов. Если мы обнаруживаем паралектрическое поведение, то сразу возникает вопрос о возникновении упорядоченной фазы в такой системе при понижении температуры. Диэлектрическая проницаемость и мягкая мода были померены, и тригдецовые спектры были померены вплоть до 0,3 кельвин, диэлектрическая проницаемость вплоть до 0,3 кельвин, мягкая мода вплоть до 2 кельвин, и диэлектрическая проницаемость имеет насыщение. Насыщение также имеет чистая мягкая мода и диэлектрический вклад, то есть мы не обнаружили никаких особенностей, связанных с фазовым переходом. Такое поведение также хорошо известно в таких образцах, как стронцит ТО3, кальцит ТО3, называется квантовое паралектричество. Природа отсутствия фазового перехода связана с квантовыми фуктуациями из-за наличия конечной энергии у квантовых ротаторов молекул воды. Вывод о существенном квантовом поведении молекул воды в данной системе также подтверждается сторонними исследованиями неупругого нейтронного рассеяния. И таким образом заключаем положение 2. Это электродипольная решетка молекул легкой воды, распределенных по матрице гексагональной кристаллической решетки берила, обладает свойствами квантового параэлектрика, сегнетоэлектрической, трагерцовой мягкой модой, чистая диэлектрическая вкладка, которая демонстрирует температурное поведение, описываемая в рамках модели Барретт, с характерной квантовой температурой 10-20 кельюн. Фазовый переход в порядочную дипольную фазу подавляется вследствие существ квантового поведения молекул воды в нано-порах берила и наличие квантовой флуктуации в основном состоянии таких ротаторов. Следующий пункт — это электродипольная решетка молекул воды в кристалле кардерита. Кристалл кардерита имеет схожую систему нано-пор такого же размера. Единственное отличие заключается в другой симметрии кристалла и, соответственно, в слегка деформированной нано-поре, следствием которого является изменение кристаллического потенциала испытываемой молекулой воды. В данном случае он становится двухъямным и имеет на порядок большую амплитуду. Чтобы понять, как может выглядеть упорядоченное состояние такой системы, было сделано моделирование методом теории функционала плотности. Были проведены симуляции молекулярной динамики для двух соседних молекул воды вдоль канала и в плоскости. И из характера упорядочения с охлаждением системы соседних молекул воды был сделан вывод, что соседние молекулы воды вдоль канала, вдоль оси С, приобретают антипараллельную ориентацию, а молекулы воды в соседних на напорах в плоскости АВ-кристалла приобретают параллельную ориентацию. Отсюда был сделан вывод, что если упорядочение существует, то основное состояние должно выглядеть таким образом. То есть это ферроэлектрические плоскости в плоскостях АВ-кристалла, чередующиеся антисигнетоэлектрическим образом. Прошу прощения, сигнетоэлектрические плоскости, чередующиеся антисигнетоэлектрическим образом. Чтобы перейти от рассмотрения двух соседних молекул воды к ансамблю таких молекул, было сделано классическое моделирование Монте-Карло для 3000 диполей. Были посчитаны антисигнетоэлектрический параметр порядка и диэлектрическая восприимчивость для различных температур. Антисигнетоэлектрический параметр порядка демонстрирует возникновение некоторого конечного значения параметра порядка ниже 10 кельвин, и диэлектрическая восприимчивость такой системы показывает наличие особенностей, показывает поведение кюревейса и наличие максимума с последующим уменьшением диэлектрической восприимчивости. То есть классическое моделирование Монте-Карло предсказывает возникновение фазового перехода в упорядоченную фазу, полученную ранее из моделирования методом теории функционала плотности. Перейдем к экспериментальным исследованиям. Для кристаллов кардиорита были исследованы широкодиапазонные диэлектрические спектры. В спектрах была обнаружена релаксационная мода поглощения, частота которой уменьшается с температурой вплоть до 3 кельвин, когда происходит исчезновение этой моды и появление нового поглощения. В спектрах диэлектрической проницаемости это приводит к наличию зависимости кюревейсов вплоть до 30 кельвин и далее к наличию дисперсионной особенности. Данное поведение было детально… Спектры были детально проанализированы. В частности было проанализировано поведение частоты данного пика, его диэлектрического вклада, теплоемкости такого образца. Были исследованы пиротоки, посчитана поляризация. И детальный анализ данных спектров и пиротоков показал все признаки наличия фазового перехода при трех кельвинах в упорядоченную фазу, которая из описанных выше симуляций представляет собой вот такое упорядочение. Сигнетоэлектрические плоскости упорядочены антисигнетоэлектрическим образом. На основе этого сформулировано третье защищаемое положение. Молекулы воды, локализованные в матрице наноразмерных пор орторомбической кристаллической решетки кардиорита, находятся под воздействием четырехъявного локализующего потенциала с выделенным направлением ориентации молекулярных диполей вдоль кристаллографической оси B. В электродипольной решетке молекулы воды в кардиорите при температуре 3 кельвина происходит сигнетоэлектрический фазовый переход типа порядок-беспорядок. Упорядоченное состояние отвечает наличию в плоскостях АВ доменов сигнетоэлектрические упорядоченными водяными диполями, ориентированными антисигнетоэлектрическим образом в направлении к плоскостям АВ. Далее я привожу слайд с личным вкладом. Часть результатов была получена непосредственно мной в лаборатории Трегисовой спектроскопии. Часть результатов при содействии наших коллабораторов было получено в сторонних организациях. По результатам диссертации было опубликовано 8 работ и сделаны доклады на 7 российских и 16 международных конференциях. Здесь я привожу основные результаты диссертации, которые во многом повторяют сомулированные положения. И с вашего позволения я не буду это зачитывать. И на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И тогда мы переходим к письменным замечаниям, которые содержатся в отзывах членов диссертационного совета. И сначала, значит, замечание, которое сформулировал председатель совета Глушков Владимир Витальевич. У меня четыре замечания. Первое замечание. Наблюдались ли гистерезисные явления при фазовом переходе в сетки водяных молекул в кристалле кардиорита? Второй вопрос связан с тем, как вы оцениваете возможное влияние фанонной подсистемы симметрии кристаллической решетки на характеристики молекулярных колебательных состояний и на формирование упорядоченной фазы в кристалле кардиорита? Третье большее замечание. При анализе квантовых флуктуаций в кристалле берила, приводящих к реализации состояния квантового параэлектрика, автор, вы не рассматриваете возможное влияние беспорядка, связанное с заполнением молекулами пор воды в матрице минерала. Между тем, беспорядок может подавить эффективное среднее поле междепольного взаимодействия, инициировать квантовое критическое поведение по аналогии с магнитными системами. Ну и последнее замечание касается того, что в оригинальной части диссертации у вас не рассмотрены, может, не описаны возможные эффекты, связанные с парой и ортомодификациями воды. Спасибо. Так, отвечать блоками вопросов, да? Да, пожалуйста, да. Мы сейчас урегулируем. Прозначало четыре замечания, пожалуйста, на них аккуратно ответить. Да, хорошо. Что касается гистерезиса, в общем, при рассмотрении, при обсуждении поляризации гистерезиса в данной системе важно помнить, что у нас одновременно есть антисегнетоэлектрическое и сигнетоэлектрическое упориточение. Это означает, что остаточная поляризация здесь – это явление, связанное с исключительно нескомпенсированностью доменов. Поэтому если она есть, то она достаточно слабая. И вот в случае с пиротоками поляризацию зарегистрировать удалось достаточно надежно. Мы видим, что она есть. Но в случае с гистерезисом ситуация еще осложняется наличием релаксационной моды. Это означает, что мы должны исследовать гистерезис на частотах ниже релаксационной моды. Ну и в спектрах измерения гистерезиса были проведены для 5 Гц. И вот между 2, между 3 и 2 Кельвинами нам удалось увидеть какой-то намек на возникновение гистерезиса. Но нелинейность очень слабая, поэтому в результаты диссертации это не выносится. Но намек на возникновение какой-то поляризации динамическим методом тоже был. А вот извините поправочек сразу же. Вы сказали, что вы заметили, но точности не хватило, чтобы включить результат в диссертацию? Или чего не хватило? Ну да, мы побоялись указывать это как результат. Потому что когда мы наблюдаем гистерезис, это расщепление какого-то линейного поведения. Ну и расщепление было сравнимо, собственно, с шумом самой кривой. Поэтому мы не считаем это надежным экспериментальным результатом. Далее, что касается связи с фанонами. Такую связь имеет смысл обсуждать для каждой конкретной моды. И такой анализ был сделан. Были почти нормальные моды, когда были отпущены все атомы решетки, в том числе атомы кристалла берила. И когда атомы кристалла берила были зафиксированы, и было проведено сравнение нормальных мод молекулы воды, все было выяснилось, что практически для всех мод, кроме одной колебательной моды, кроме одной нормальной моды молекулы воды, частотный сдвиг очень малый. Поэтому мы считаем, что влияние фанонов в данной системе незначительное. Более того, самый низкочастотный фанон в решетке перила имеет частоту 270 обратных сантиметров, что при температуре фазового перехода около 3 кельвин или потенциального фазового перехода в периле тоже около 3 кельвин. Таких фанонов в решетке нет, и их влияние можно не рассматривать. А с акустическими ветвями, например, достаточно сложная гибридизация, не гибридизация, но локальных колебаний. Такие эффекты вы видели? То есть с оптикой понятно, а вот с акустикой все ли в порядке? Про акустические фаноны... Вам вопрос понятен, потому что, конечно, акустику и оптика не видим, однако если моды сложно-колебательные, и там возникают квазилокальные моды, иногда, так сказать, в случае низкой симметрии они могут проявлять некую оптическую активность в диапазоне частот. Поэтому видели-не видели, это вопрос такой. Я просто не нашел диссертации. Ну то есть это должно... В спектрах должно быть видно, как связь, как гибридизация нашей мягкой моды с каким-то... То есть вы не видите, вы не видите? Нет, мы ничего такого не видим. То есть вы исчерпали. Не надо. Хорошо. Далее. Замечания про беспорядок. Да, действительно, я согласен, моя диссертация-то не рассматривается. Это связано с тем, что вопрос исследования зависимости вот таких фаз электродипольной решетки воды от концентрации молекул, то есть от заполненности позиций данной решетки молекулами. Это отдельный сложный вопрос, который выходит за рамки диссертации. Поэтому, да, он не рассматривался, но на основе общих соображений и анализа Монте-Карло можно сказать, есть представление о том, как будет вести себя данная система с увеличением концентрации молекул воды. У нас будет меняться среднее расстояние между диполями, соответственно, будет увеличиваться дипольное взаимодействие, что будет сдвигать критический параметр отношение силы дипольного взаимодействия к энергии квантовых флуктуаций в большую сторону и, соответственно, приведет, например, электродипольную решетку в кристалле берила приведет к реальному фазовому переходу с одной стороны. С другой стороны, в случае с берилом у нас имеется фрустрированная треугольная решетка и увеличение концентрации будет приводить к увеличению среднего количества соседей у каждой молекулы воды и, соответственно, будет делать данную систему более фрустрированной. И в случае с 100% заполнением мы ожидаем, что основное состояние будет вырожденным и это будет представлять либо электродипольное стекло, либо электродипольную жидкость. Так, и последний вопрос про ортопаромодификации. Да, хорошо известно, что молекулы воды могут классифицироваться по их ядерным спиновым состояниям протонов. Они могут образовывать состояние с нулевым либо с единичным спином. И наблюдение и разделение молекул воды по таким состояниям действительно производится, в частности, в молекулах фуллеренов. И необходимым условием для этого является подавление обмена спинными состояниями между молекулами воды, то есть необходимость разделения молекул воды друг от друга. И в данной системе действительно у нас происходит разделение молекул воды. Но опять-таки мы проводили эксперименты по ядерному магнитному резонансу и по наблюдению спектральных линий, соответствующих орта и пара модификации в инфракрасной области. И на масштабах 36 часов мы не обнаружили никакой релаксации в данных, никакой динамики в данных спектрах. Поэтому был сделан вывод, что, вероятно, в данной системе подавление обмена происходит очень большое. И вот на масштабах времен десятков часов мы не видим никакой релаксации из одних состояний в другие. Так, я надеюсь, я ответил на все вопросы. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, члены администрационного совета, Дальше буду засчитывать вопросы, которые содержатся в отзывах письменно я, чтобы упростить, значит, наши коммуникации. И, конечно, мы предоставим возможность на каждый вопрос отдельно отвечать, поскольку вопросов этих много. Вопросы, которые содержались в отзыве Витухновского Алексея Григорьевича. Вот он... Иногда вопросы будут повторяться, но это ничего страшного. Я должен их зачитать. Учитывая тот факт, что все исследования были выполнены с молекулами воды, представляется интересно, наблюдались ли в работе какие-либо особенности, связанные с поведением различных спинных состояний молекул воды H2O и хорта, и пара изомеров. Но, по-видимому, предыдущий ответ как раз полностью на это отвечает. Да, я ответил. Следующий вопрос. Почему, в отличие от экспериментов с синтетическими кристаллами берила, для исследования фазового перехода в ансамбле молекул воды в асимметричном потенциале решетки кардиерита использовались природные кристаллы, которые, несомненно, обладают не столь высокими качествами по сравнению с искусственными кристаллами? Ну, я могу сказать, это вопрос, да, я могу ответить, что на самом деле те кристаллы кардиерита, они были подобраны достаточно тщательно, были выбраны однородные монокристаллические кристаллы, и можно считать, что их качество монокристалличности, отсутствие дефектов и однородности достаточно высокие, все эти свойства исследовались. Проблема с такими кристаллами заключается в основном в их характеризации, они требуют гораздо более детальной характеризации, но возможности использования искусственных кристаллов очень ограничены, потому что гидротермальный синтез монокристаллов кардиерита, в отличие от берила, развеют очень слабо в связи с их гораздо меньшей ценностью для других приложений, и таким образом синтетические образцы найти или синтезировать просто не удалось, поэтому были использованы качественные природные кристаллы. Скажите, этой работой вы занимались или все-таки какие-то ваши савторы? Синтез проводили, вот, да. Отбор, характеристика вот этих кристаллов. Синтез кристаллов берила производился Томасом Виктором Габриеловичем, характеризация проводилась в том числе мной и Виктором Габриеловичем, и отбор и характеризация проводилась мной. Хорошо, следующее замечание. Необходимо пояснить выбор систем для исследования берил, кардиорит, натралит и так далее с прикладной точки зрения. Диссертант упоминает об углублении знаний о свойствах нано-локализованных молекул воды, важных для понимания свойств биологических объектов и развития представлений об окружающей среде. Данное утверждение требует пояснений. Хорошо, я могу пояснить. Да, вот данное предложение является обобщением одной из мотиваций моего исследования, связанной с исследованием нано-локализованных состояний молекул воды. Как я сказал, что такие свойства могут на локализованных состояний молекул сильно отличаться от свойств их в непрерывной фазе. И это, в частности, например, биологических объектов это важно, потому что наличие вот этих, наличие и свойства гидротирующего слоя определяет характер свертывания и стабильность белков и свойства молекул воды, вот этих гидротирующих слоев, их диэлектрические свойства, в частности, драматически отличаются от диэлектрических свойств непрерывной воды, поэтому данным предложением я обобщу эту мотивацию, возможно, слишком широко. На самом деле, вы повторили то, что содержалось в вашем докладе. Я так понял, рецензенция намекает на то, что поскольку никакого научного развития эта идея не получила, стоило ли ее включать для красного словца? Да, абсолютно верное замечание, да, вот я как бы рецензент, да, я могу сказать, что действительно мне показалось, что это излишне. Ну, как бы это не сказывается на качестве. Я могу только согласиться с замечанием, да. Хорошо, следующее замечание. Как диссертант предлагает использовать нано-локализованные полярные молекулы для создания источников когерентного излучения? Восклицательный и воспроизводительный знак. Да, здесь речь идет о лазерах, где в качестве активной среды используются молекулярные газы. Известно, что существуют, сейчас может быть не так остро, но большие проблемы с источниками излучения в дальней инфракрасной и в трагерсовой области. И в связи вот с этой проблемой газовые лазеры, газовые молекулярные лазеры получили новый виток развития и сейчас активно предлагаются коммерческие газовые молекулярные лазеры лазеры с полярными молекулами на основе аммиака, дейтерированного метанола, водяного пара с накачками, электрическим разрядом, квантово-каскадными лазерами или другими молекулярными лазерами. Ну и обсуждалась идея, в том числе с людьми, которые непосредственно занимаются этими лазерами, использование таких систем с налокализованными молекулами воды, где вода сохраняет свойства его ротатора, то есть необходимые нам вращательные переходы, они сохраняются, и использование замены в таких лазерах газовой камеры на вот такие твердотельные, твердотельную активную среду с налокализованными молекулами. А интенсивность таких лазеров с налокализованными молекулами, там этих молекул, наверное, намного меньше или как? Нет, ну, намного больше. Можем сравнить период вот такой решетки с длиной свободного пробега, с концентрацией в газе, и здесь очень плотная упаковка молекул. То есть перспективы действительно есть? Да, да. Девятое замечание. Диссертант приводит свои публикации в очень престижных изданиях, например, Nature Communications, но вызывает вопрос о его конкретной роли среди двух десятков савторов, ибо речь идет о его персональной квалификации с претензией на ученую степень кандидата наук. На этом вопросе вы, кстати, очень кратко в своем докладе остановились. Да, ну давайте я вернусь к этому слайду личного вклада. Да, действительно, в нашей данной работе используется много разных подходов, соответственно, требует различных экспериментов, которые невозможно сделать в рамках одной лаборатории, и поэтому была использована помощь наших коллабораторов из разных институтов. И вот непосредственно я могу отметить конкретные вклады, непосредственно я занимался разработкой данной идеи, данного направления, из-за дипольных решеток на основе новоопризованных состояния молекул воды, характеризацией и подготовкой, характеризацией кристаллов и подготовкой образцов из них, инфракрасной спектроскопии, тергерсовой спектроскопии, инфракрасной микроскопии и частью диэлектрических измерений. Я делал модельное описание спектров и их анализ, делал симуляции Монте-Карло, извините, симуляции теории функциональной плотности и частичной симуляции Монте-Карло. Ну и, естественно, был основным автором в данных статьях, занимался написанием статей. Собственно, при моем участии были сделаны, как я сказал, характеризации данных образцов с помощью Виктора Габриэлова Томаса в Новосибирске. Рентгенструктурный анализ проводился Александром Дудкой в Москве в институте кристаллографии Шубникова. Частичная часть радиочастотной электрической спектроскопии была сделана Максимом Савиным при низких температурах 0,3 кельвина в Праге, в физическом институте Чешской академии наук. С ВЧ спектроскопия проводилась Лоидом и Лункингхаймером в университете Аугсбурга. Измерение теплоемкости при моем участии было проведено на АППМАС в Штутгарте в институте Макса Планка и с Монте-Карло моделированием мне помогал Вениамин Балмасов из института автоматики электроэлектрии из Новосибирска. Ну и, естественно, все вот эти люди, которые участвовали в подготовке и проведении экспериментов, включены в авторы данной статьи. Скажите, а вот где вот сами все делали, вас кто-то перепроверял или это все вот в одну руку сделали и проверить невозможно? Нет, ну, конечно, все это обсуждалось с моим научным руководителем, который обладает исчерпывающей компетенцией в вопросах спектроскопии. Метод теории функционалов плотности это все-таки расчетный метод. Да, да, здесь у нас тоже есть коллеги, с которыми я проводил это обсуждение. Это коллеги из Скалтеха. Нет, нет, это Третьяк Сергей и Жугаевич Андреев, они мне помогали войти в моделирование и, собственно, проверяли мои результаты. Спасибо. Следующее замечание содержится в отзыве Голубова Александра Аврамовича. Для водяных молекул в Берилле соискателем обнаружено явление квантового параэлектричества при температурах ниже 10-20 Кельвинов. Возможно ли спровоцировать реальный фазовый переход под решетки молекулы воды внешними факторами или воздействиями по аналогии с известными квантовыми параэлектриками, такими как стронцей титано-3 и калий титано-3, в которых фазовый переход может быть индуцирован давлением либо введением примесей? Это вопрос, да, я отвечаю на вопрос. И, соответственно, я уже упоминал изменение концентрации, что оно может влиять на фазовую диаграмму такой электродипольной решетки. Другими способами, которые работают, в частности, для вот этих пироскитов, для квантовых параэлектриков, это изотопическое замещение, когда мы заменяем атомы, участвующие в колебаниях мягкой моды, на более тяжелые изотопные элементы. Это приводит к увеличению массы системы. В данном случае мы можем заменять протоны на их более тяжелые аналоги, и таким образом мы можем получать тяжелую воду, увеличив момент инерции этой молекулы, соответственно, уменьшая энергию основного состояния, делая систему менее квантовой, более классической, и таким образом убираем эффект подавления фазового перехода за счет квантовой фактуации и переводя систему к реальному фазовому переходу. Также можно убрать фрустрацию внешним несимметричным давлением, можем деформировать решетку берила и сделать что-то похожее на решетку кардиорита, таким образом сделать систему менее фрустрированной. И опять-таки в случае достаточного дипольного взаимодействия по сравнению с сценарием квантовой фактуации и перевести систему к фазовому переходу. Вы можете, а делали такое или нет? И вообще есть такие экспериментальные возможности деформировать этот кристалл? Да, было сделано изотопное замещение, и мы действительно наблюли фазовый переход в кристалле берила, то есть перевели систему из квантовой пары электрика к упорядоченному фазу. Ну вот это уже… Эти результаты еще не были опубликованы, поэтому не вошли в диссертацию. Также были исследованы зависимости диектрические свойства таких кристаллов от давления, но от гидростатического давления, то есть когда давление… Кристалл сжимался со всех сторон одинаково. Ну, в данном подходе мы ничего не увидели, кроме как увеличение кристаллического потенциала данной молекулы… Ну, мы думаем, что увеличение кристаллического потенциала испытываемой молекулой. Ну да, в планах все-таки подавить данный кристалл одноосно и пробовать посмотреть, перейдет ли мы поведение, похоже на кристалл кардиолита. В общем, хорошее замечание для перспективы. Следующие два замечания содержались в отзыве Леймана Владимира Георгиевича. Каково влияние концентрации молекул воды в исследованных кристаллах на диэлектрические свойства и фазовое состояние электродипольной решетки? Так, ну, я думаю, на этот вопрос… Я давал ответ, когда обсуждал концентрацию и влияние на фазовый переход, поэтому надеюсь, что я на него ответил. Следующий тогда вопрос. Какие экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что молекулы воды в кристаллах берила и кардиолита могут вращаться только в одной плоскости АВ? Ну, вот когда мы говорим об экспериментальных результатах, то здесь достаточно надежным результатом является простая инфракрасная спектроскопия. Известно, что внутримолекулярные моды молекул воды очень… их инфракрасная активность зависит от направления поляризации. Соответственно, мы можем по активности разных внутримолекулярных мод воды судить об ее ориентации относительно пробного электрического поля. Ну и, соответственно, проводя спектроскопические измерения в средней инфракрасной области, в области частот этих внутримолекулярных мод для различных принципиальных поляризаций кристалла и выделив, простицировав данные внутримолекулярные моды, мы можем однозначно определять, как ориентирована молекула воды, как она вращается. И мы знаем отсюда, что ее дипольный момент всегда лежит в плоскости кристалла периметикулярной оси С. То есть если она может вращаться, она будет вращаться в плоскости… А не значит ли это просто, что энергия возбуждения из этой плоскости на ось очень большая, и у вас просто частоты не хватает? Нет? То есть можем ли мы… Вот это с малыми частотами возбуждать, а сюда надо повернуть тяжело. То есть таких не было частот? Нет, ну такие движения молекулы воды есть, и когда мы исследуем эти инфракрасные спектры при комнатной температуре, когда молекула движется, у нее активированы все вот эти вот либрационные, трансляционные моды, мы видим, что дипольный момент все равно никак не отклоняется, практически не отклоняется от этой плоскости, а B в среднем находится в ней. Иначе внутри молекулярной моды, которая зависит только от внутренней структуры, мы бы видели, что они перетекают из одной поляризации в другую. Хорошо. Следующее замечание сформулировал Попов Михаил Юрьевич. В первой главе диссертации автором упоминаются углерода, содержащие объекты с локализованными молекулами воды, пулерены и углеродные нанотрубки. Однако сравнительный анализ энергетики молекул воды в нано-порах, кристаллов, родственных системах, пулеренах не приводится. Да, это замечание. И действительно, надо было, если я говорю о фулеренах, подробнее про них что-то сказать. Но сейчас я могу сказать, что на самом деле фулерены и нано-локализованные молекулы воды в ней достаточно хорошо исследованы, в том числе много теоретических работ, в которых исследуется этот потенциал двумя методами. Это симуляции методом теории функционала плотности. И там на сравнимых по точности методах расчета утверждается, что потенциал сравнимый с точностью метода, то есть меньше миллиэлектрон-вольт. С одной стороны, с другой стороны. Спектры такого ротатора молекулы воды в фулерене аппроксимируются моделью квантового ротатора без какого-либо внешнего потенциала достаточно хорошо. То есть не требуется введение значительного внешнего потенциала. Поэтому можно сказать, что молекулы воды свободны и испытывают потенциал меньше миллиэлектрон-вольтов. Спасибо. Это больше констатация факта. Вы действительно это особо не обсуждали. Следующее замечание. Относительно фазового перехода перед трех кельвинов в кристалле кардиорита. Происходит ли перед данной температурой одновременно сигнетоэлектрическое и антисигнетоэлектрическое упорядочивание? Важно сказать сейчас, что взаимодействие молекул воды в плоскостях и вдоль каналов разное. Просто из-за разного периода решетки. Соответственно, период решетки между плоскостями вдоль каналов он в два раза меньше, соответственно, дипольное взаимодействие больше. И стоит ожидать, что упорядочение вдоль каналов будет происходить первым при каких-то более высоких температурах. Но никаких... Поэтому да, ответ, что не одновременно. Но каких-то экспериментальных особенностей, связанных с данным упорядочением, мы не обнаружили и... Так... Мы сейчас должны остановиться, потому что мы не видим в кадре Витухновского. Алексей Григорьевич. Алексей Григорьевич, вот, продолжаем заседание. Когда вы вываливаетесь, мы обязаны остановить. Вы сейчас без звука у нас. Просто у меня здесь что-то очень плохая камера, и поэтому я время от времени теряюсь. Я очень медленно работаю. Ну, все нормально. Я все здесь, да. Я с вами, с вами. Да, спасибо. Продолжаем заседание. Продолжаю отвечать на этот вопрос про сигнетоэлектрическое и антисигнетоэлектрическое предотвращение. Причина того, что мы не видим явных особенностей с упорядочением вдоль каналов, я думаю, связана с тем, что у нас есть беспорядок, и данное неполное заполнение, данное неполное заполнение, данный беспорядок гораздо сильнее влияет на вот именно одномерные цепочки молекулы воды. То есть фактически мы имеем дело не с одномерной цепочкой, а вот сильно нарезанные на отдельные короткие кластеры отрезки из двух, трех, четырех молекул. И в такой системе фазовый переход будет очень размыт по температуре, и какой-то явной особенности с фазовым переходом наблюдать сложно. Хорошо, спасибо. Вопросы от Стегайла Владимир Владимировича. В диссертации приводится молекулярно-динамическое моделирование системы с атомами водорода при низких температурах. Известно, что в этом случае на динамику атомов водорода оказывают существенное влияние квантовые эффекты, связанные с большой длиной волны Дебройля-протона, которые становятся сравнимы с межатомными расстояниями в системе. Однако в тексте диссертации я не нашел обсуждения влияния этого эффекта и того, какой погрешности в результатах своего моделирования из-за пренебрежения этих эффектами ожидает автор. Да, действительно, квантомеханическое поведение протонов молекулы воды здесь важно. Мы видим, что система ведет себя, ее квантовые свойства важны. И, конечно, так как теория функционала плотности использует классический подход для атомов решетки, и в том числе протонов, то мы пренебрегаем этим. И следствием этого является то, что, с одной стороны, мы не делаем выводов исключительно на анализе DFT об энергетических параметрах этого потенциала, потому что в случае с квантомеханическим поведением, с аннулированием, эта оценка будет ниже. С другой стороны, здесь это обсуждается в вопросе молекулярно-динамического моделирования. И в молекулярно-динамическом моделировании основной вывод из него мы делаем о том, как взаимодействуют, как дипольным образом взаимодействуют соседние молекулы воды. Поэтому данный вывод практически не опирается на количественные значения тех барьеров, которые испытывают молекулы воды. Поэтому, да, действительно, это важно, но в том, как мы используем молекулярно-динамическое моделирование, это не должно влиять на наши выводы. Тут вопрос был еще, какая погрешность. То, что пренебрегли, это все поняли. А вот с какой погрешностью? Мне сложно оценить эту погрешность. Да, я не делал оценки. Я на самом деле не с тем представляю, как это делается. Хорошо. В диссертации приводится молекулярно-динамический моделирование кристаллов при температуре, все, соответственно, ниже температуры дебая. В этом случае колебания решетки, вообще говоря, имеют квантовый характер. А так в работе эти эффекты не учитываются и не обсуждаются. По каким причинам ими можно пренебречь? Да, ну вот с одной стороны, в молекулярно-динамическом моделировании мы в основном исследуем, опять-таки, взаимодействие соседних молекул воды дипольным образом, поэтому фанонная подсистема здесь нам не интересна. С другой стороны, мы знаем, что самый низкочастотный фанон – это 260 обратных сантиметров. То есть мы считаем, что при тех низких температурах, когда происходит физика, связанная с фазовыми переходами, такие возбуждения решетки не должны играть какой-то существенной роли. Хорошо. Они вымерли, да? В таблице 3.4.1 приводятся результаты расчетов методов функционал электронной плотности с различными обменно-коррекционными функционалами. Видно значительное отличие результатов, полученных гибридными функционалами. Однако в работе не обсуждается природа этого отличия. Какие именно аспекты электронной структуры рассматриваемой модели не описываются обычными градиентными обменно-коррекционными функционалами? Да, выводы делаются. Основные результаты были получены из гибридного функционала для оценки потенциалов. Потому что, во-первых, у нас есть эксперимент, где мы, аппроксимируя наши спектры нашей моделью свободных ротаторов, даем оценку для этого потенциала. И, соответственно, результат получения с гибридного метода гораздо ближе к этой оценке. С одной стороны, с другой стороны. Данная система имеет особенность, что у нас есть кристаллическая решетка и отдельные молекулы воды. И вот в ряде статей для данных систем утверждается, что гибридные функционалы должны работать лучше. И поэтому отвечаю на вопрос, какая часть электронной структуры лучше описывается. И я бы сказал, что здесь мы лучше описываем именно электронную структуру молекулы воды, которая не так хорошо описывается в случае с градиентными потенциалами, функционалами, извините. Спасибо. Полученный в расчетах кристаллический потенциал имеет амплитуду 0,35 милиэлектрон вольт. Это, как показано на рисунке, 3,4,1. Что практически совпадает с точностью используемого в диссертации метода расчета в рамках теории функционала электронной плотности. Смотри, например, статью в Science 2016 год. Однако в работе не обсуждаются причины, по которым автор все-таки рассматривает полученные на границе точности используемые методы эффекты, как результаты, имеющие физический смысл. Да, действительно, вот эта величина, амплитуда 0,25 милиэлектрон вольт, она сравнима с точностью такого подхода. Мы получаем 6-мининг потенциал, и мы считаем, что это достоверный результат, потому что, во-первых, когда мы используем более точные функционалы, гибридные функционалы, мы в нескольких точках проверяем этот функционал, и он совпадает. Мы получаем… форма потенциала совпадает, мы получаем большую оценку, то есть она уже выше точности метода. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть ожидания. Мы ожидаем, что тот 6-мининг потенциал, который мы обнаружили, действительно будет выглядеть так просто из симметрии решетки, из гексагональной симметрии самой решетки. Мы ожидаем, что мы должны получить 6-мининг потенциал. Мы не получаем такой потенциал, когда мы используем просто решетку. Молекул воды без кристалла берила получается равномерный. Поэтому сравнение с экспериментом, с ожиданиями для такой системы и проверка с более точным функционалом позволяет нам доверять этому результату. Здесь же не столько о форме идет речь о том, что 0,35 мил электрон в вольт – это амплитуда. И когда у вас точность тоже 0,35, то эта амплитуда может оказаться не 0,35, а 0,20, например, мил электрон в вольт. Вот эти утверждения, они в этом методе не поддаются проверке. А вот какая точность другого метода, если там, извините, 0,05 мил электрон в вольт, тогда можно говорить об амплитуде. Вы сказали более другой функционал, вы используете гибридный. Мы получаем просто вот это большее значение самой амплитуды. Ну то есть вот это 0,35, это как раз и есть нюбе. А сколько больше? Это порядка около 1 мил электрон в вольт, то есть 4 раза. Ну то есть получается замечание следующее, что в том методе, где получено 0,35, точность такая же, поэтому говорить-то, что 0,35 и неправильно. Да, другой метод дает в 3 раза большую амплитуду, и тогда получается более-менее хорошо. Хорошо. Следующий вопрос содержался в отзыве ведущей организации. В дистанционной работе использованы кристаллы с определенным фактором заполнения на напор молекулой воды, что ставит вопрос о влиянии данного фактора на свойства исследуемых электродипольных решеток. Данный аспект в работе не обсуждается. Так, ну можно считать, что на данный вопрос был дан ответ? Ну да. А, ну это замечание на самом деле. Вы согласны? Да, я согласен, да. Так, у нас еще есть 3 письменных отзыва внешних. Командин Геннадий Анатольевич подготовил следующие 4 замечания. Можно ли, может ли диссертант прокомментировать вопрос о том, что является параметром порядка в сигнетоэлектрическом переходе, типа порядок, беспорядок, кардиорит? Да, вот здесь, когда мы обсуждали параметры порядка из симуляции, из моделирования Монте-Карло, параметром порядка была просто сумма проекций дипольных моментов, симулируемых дипольных моментов на ось А, которые были взяты с одним знаком в каждой плоскости и с чередующимся знаком между плоскостями. Таким образом, мы одновременно здесь чувствуем оба упорядочения и антисигнетоэлектрическая и сигнетоэлектрическая плоскости. Это определение в тексте диссертации содержится? Да, конечно. То есть это просто внимательно... В диссертации содержится формула, и я уверен, что я комментирую. Второе замечание. Можно предположить, что в кардиорите образование сигнетоэлектрических доменов, упорядоченных антисигнетоэлектрических соответствует минимуму энергии. Возможно ли полное сигнетоэлектрическое упорядочение молекул воды в кардиорите в низкотемпературной фазе во внешнем поле для создания устойчивой либо метастабильной поляризации? Да, я понимаю вопрос. То есть, если мы поляризуем... Конечно, да, приклады достаточно большие поля, мы можем заполяризовать данную систему. И вот из общих соображений возможно существование метастабильного состояния, когда, допустим, антисигнетоэлектрический порядок вдоль каналов стабилизирован сигнетоэлектрическим взаимодействием с молекулами в плоскости. Но вот из наших ожиданий с DFT взаимодействием вдоль каналов гораздо больше, чем в плоскости. Поэтому на масштабах нашей симуляции в 20 пикосекунд мы не видим сколько-либо долгоживущего такого метастабильного состояния. Поэтому общий ответ на вопрос. Да, возможно, какое-то метастабильное, очень короткоживущее метастабильное состояние возможно, но в целом, да, какого-то… Для вашего эксперимента это превышение точности, да, потому что слишком быстро распадается. Ну, это как бы вопрос. Возможно, с такой релаксацией, если у нас есть метастабильное состояние, должно быть какое-то релаксация в основное состояние, и, конечно, должна соответствовать какая-то релаксационная мода, потому что, ну, это релаксация полярных молекул. И, ну, вот та релаксация, медленная релаксация, которую мы видим, она с этим точно не связана. Возможно, какие-то тригерцовые моды связаны вот с таким метастабильным состоянием. Ну, вот мод там много, и этот анализ достаточно сложно провести. То есть мы это не обсуждали, ну, и если они есть, то они какие-то, они очень короткоживущие. Поэтому, ну, не знаю, имеет какой-то практический интерес рассмотрение таких состояний или нет. Вопрос есть? Есть ответ. Значит, третье замечание. На страницах 11-12 автореферата утверждается, что колебания молекулы воды имеют слабую связь с фанонами, что исключает взаимодействие водяных диполей через фаноны решетки. Может ли диссертант указать величину этой связи в сравнении с другими типами взаимодействий в данных системах, на основе чего можно принять условия исключения взаимодействия диполей через фаноны? Ну, я вот отвечал вопрос про фаноны. Тут вот есть замечание про численное сравнение. Ну, и опять-таки мы можем сравнивать величины того, насколько частоты мод, посчитанных с решеткой, с колебаниями решетки и без колебания решетки, отличаются, и отсюда сделать оценку на энергию их взаимодействия, насколько смещаются данные моды. Ну, и вот, например, для внутримолекулярных мод это изменение в 4 обратных сантиметра на масштабах… Извините, это оценка из искусственных рентальных сравнений внутримолекулярных мод в кристалле с внутримолекулярными модами в газовой фазе. Отсюда вот можно понять, насколько решет, насколько молекулы связаны со стенками, ну и получается оценка где-то частотность 2 к 4 обратных сантиметра, это где-то полмиллиэлектрон вольта, то есть это меньше, чем наши энергии дипольного взаимодействия или вообще энергии процессов, которые мы здесь рассматриваем. Ну, полмиллиэлектрон вольт — это и есть ответ. Так, четвертое замечание. В тексте диссертации отмечается наличие некоторых вольностей в стиле изложения, в использовании лексики. Термин «водяная линия» — строго говоря, это линия поглощения молекулами воды. А сигнетоэлектрическая терегерцовая мягкая вода — это мягкая оптическая мода в терегерцовом диапазоне частот, ответственная за сигнетоэлектрический фазовый переход. Нейтронные эксперименты — очень широкое понятие. В контексте данной работы речь идет о результатах экспериментов по неупругому рассеянию нейтронов. Замечание. Ну, мне остается только согласиться. Я полностью согласен. Значит, в отзыве писали Роман Васильевича замечаний не было. Одно замечание или вопрос у Колесова Бориса Алексеевича. Из текста авторефератора трудно понять, какими соображениями руководствовался автор, относя к наблюдаемой моде трансляциям, либрациям или свободным вращением молекул H2O. Если молекула свободно вращается в полости, то моды 100 обратных сантиметров, указанной рисунке 1, являются слишком высокими по частоте для вращения. Если же это либрационное колебание, то неясно, как мода с частотой 100 обратных сантиметров и энергией нулевых колебаний 50 обратных сантиметров может образовываться в потенциальной яме глубиной порядка 8 обратных сантиметров. Так, это замечание. Ну, я могу прокомментировать, что здесь происходит. Соответственно, когда мы приходим к вот этой классификации, трансляционные, либрационные, сводные вращения, при анализе нормальных мод, где мы можем однозначно это сделать, разложить по вот таким типам движений, движения, колебания молекулы воды. И вот, насколько я понимаю, вопрос связан с тем, как это соотносится с квантовым представлением ротатора молекулы воды, потому что в случае анализа нормальных мод мы в первую очередь анализируем кривизну потенциала. Частота нормальных мод связана с кривизной потенциала. Здесь вопрос, насколько я понимаю, связан именно, как колебания такой энергии могут существовать в таком маленьком потенциале. Ну и ответ заключается в том, что наши колебания, если мы рассматриваем квантовую систему, квантовый ротатор, то его переходы никогда не имеют во внешнем потенциале, его переходы никогда не имеют чисто вращательную или либерационную природу. Мы решаем данные гамилетаниана, опять-таки, имеют точное аналитическое решение, это уравнение Мэтью. И мы можем построить переходы. У нас есть всегда уровень, лежащий в потенциале, есть уровни над потенциалом, и, соответственно, переходы с уровня в потенциале на вращательный уровень всегда будут иметь одновременно и вращательную, и либерационную природу. Поэтому наличие выскочастотных либерационных колебаний, энергия которых определяется расстоянием между уровнем в потенциале и вращательным уровнем над ним, не вызывает никакого противоречия с классической моделью. То есть вы утверждаете, что вот эти порядки 100 обратных сантиметров, 50 и 8, на самом деле согласуются с тем, что экспериментально наблюдает, ничего страшного, да? Да, и мы можем называть в том числе вот такие колебания, либерационными колебаниями, потому что основное состояние... Спасибо. Значит, у нас закончилась процедура оглашения письменных замечаний и ответов на вопрос, которые содержались в письменных замечаниях. И следующий пункт нашего заседания это отзыв на учу руководителя, который у нас присутствует удаленно. Так что, если он готов выступить, мы ждем выступления. Горшунов Борис Петрович. Да, здравствуйте. Меня, наверное, видно и слышно. Я включился. Да, все хорошо, мы вас слышим. Да, ну мы с Мишей вот 6 лет проработали уже. Он пришел к нам в 2014 году. И он очень активно включился в направление, которое возникло не только, вообще говоря, у нас в лаборатории, не только на физтехе, а вообще говоря, хоть маленькое, но и в мире вообще вот это вот направление связано с исследованием свойств ансамблям нано-лукализованных молекул воды полярных. Тут, конечно, важно то, что это очень удобный объект. И вот о том, что это интересно не только у нас, но и вообще говоря, в твердотельном сообществе в мире, об этом говорят отклики на наши выступления и мои, и Мишина на конференциях, в том числе, конечно, международных, и отклики на наши статьи. И то, что нам со всего мира фактически пишут исследователи и предлагают совместные работы. То есть Миша очень удачно включился в это вот направление, очень интересное направление. И вообще говоря, с ним очень эффективно работать. Вот ребята, с которыми я работаю в лаборатории, знают, что если что-то нужно сделать, я пристаю, когда сделаешь, почему так медленно, давай быстрее. Так вот с Мишей такого нету. Скорее он уже, Борис Петрович, пойдемте надо обсудить. Борис Петрович, когда мы сядем, обсудим. То есть очень активный соратник, с ним очень эффективно работать. Ну, конкретно, персонально, он, ну, нет никаких претензий. Он очень быстро осваивает оборудование, методики, анализ данных. Уже вышел сейчас на такой уровень, что фактически сам ставит задачи, сам определяет какие-то направления, такие детальных исследований, сам их решает. То, что много соавторов в статьях, как уже не раз отмечалось, это связано с тем, что мы с ним фактически при большой тоже его роли организовали вот такие вот очень широкие всесторонние характеризации вот этих вот объектов. Здесь и синтез кристаллов, и химическая характеризация, рентгеновская характеризация. Это измерения при субгелиевых температурах, это теплоемкость, это СВЧ измерения, это радиочетвертные измерения. То есть, конечно, это одному человеку или одной лаборатории это не по силам, и то, что он привлек, ну, фактически мы с ним вместе привлекли вот столько людей, всесторонние характеризации наших объектов, ну и, естественно, такие вот авторы, такие наши соратники, конечно, они полноценно входили в соавторы. То есть здесь хорошие организационные способности Миши, которые, это соавторы не только сами, то есть Миша ездил и в Аугсбург, и в Штутбарт, и в Прагу, он принимал непосредственно участие вот в этих измерениях. Ну, чтобы долго не задерживать, у меня детальный отзыв написан. Могу сказать, что Миша полностью сформировался как исследователь. Я очень рад, что я с ним работаю. Сейчас вот последние два-три месяца ушли на то, что он готовился к этой защите, и поэтому наши темпы работы немножечко замедлились. А вообще говоря, нас ожидает уже полученный результат, очень интересный, который мы должны вот теперь с ним анализировать и готовить публикации. Два драфта публикации сейчас ждут тоже, чтобы окончить, чтобы мы их послали. То есть нас ждет еще очень интересная работа, и я рад, что вот мы с Мишей и с коллективом, с нашими другими ребятами будем продолжать работать в этом очень интересном направлении. Спасибо, Борис Петрович. Вы полностью охарактеризовали, как научный руководитель, ему задача такая ставится. В поступивших отзывах отмечено, что замечания не снижают научную и практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученный результат. Поскольку все поступившие отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, в разрешении членов дистанционного совета зачитаю выводы, отраженные в отзывах организации, где проводилась апробация. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет за подписью доктора физико-номематических наук, заведующий лабораторией террогорцовой спектроскопии МФТИ, Игорь Шунов Борис Петровича и кандидат в физико-математических наук, заместитель заведующего лабораторией террогорцовой спектроскопии МФТИ, Жукова Елена Сергеевна. Утверждено проректором по научной работе и программам развития Баганом Виталием Анатольевичем. Диссертация Белянчикова Михаила Анатольевича. Фазовое состояние электродипольной решетки молекул воды в матрице кристаллов берила и кардиорита рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата в физико-математических наук по специальности 010407 физико-конденсированное состояние. Из отзыва ведущей организации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института спектроскопии Российской Академии Наук ИСАН подписан кандидатом в физико-математических наук старшим научным сотрудником Института спектроскопии Российской Академии Наук Болдыревым Кириллом Николаевичем утвержден доктором физико-математических наук директором ИСАН Затковым Виктором Николаевичем Диссертация М.А. Белянчикова является научной работой высокого уровня Благоприятное впечатление приводит широкий арсенал используемых экспериментальных и теоретических методов что придает диссертации комплексный и законченный характер Диссертация Белянчикова Михаила Анатольевича фазовое состояние электродипольной решетки молекул воды в матрице кристаллов берила и кардиорита полностью удовлетворяет всем требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата доктора наук МФТИ а ее автор Белянчиков Михаил Анатольевич заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010407 физика конденсированного состояния сейчас мы можем задать дополнительные вопросы которые не были письменно если у членов диссовета есть вопросы пожалуйста задавайте давайте я задам тогда на 15 странице вашей презентации меня вот интересует вопрос вот здесь утверждается что в модели Баррата с характерной квантовой температурой 10-20 келлен от чего зависит эта температура почему ее нельзя определить с точностью ни плюс-минус 5 кельвинов так теперь я думаю надеюсь меня слышно в случае если у нас есть подавление фазового перехода по какой-либо причине то используют эти формулы Баррата здесь они приведены здесь феноменологически вводится некоторая характерная энергия распорядочивающего фактора и данная формула она описывает все поведение в том числе пароэлектрическую фазу и собственно это широкодиапазонный спектр поэтому он состоит из разных кусков и вот подгонка в среднем всего спектра дает вот такую ошибку если мы аппроксимируем вот разные куски этого то есть если в эту формулу это экспериментальная погрешность Т1 или ТС какая формула это Т1 то есть вот это Т1 при аппроксимации вот этих вот эти кружочки это порядок ошибки нет нет это экспериментальная кривая но просто если мы будем теперь вот этой формулой аппроксимировать всю кривую вот здесь с пароэлектрическим вкладом то получится немного другое значение ну и вот аппроксимация вот с различными частями ну плюс есть проблема с тем что опять-таки это температурная зависимость электрической принцаемости она имеет свои ошибки связанные с экспериментом то есть есть некоторые скачки кривой где меняется ее локально в общем ее производная поэтому тут достаточно не в этой части а в других частях достаточно много экспериментальных ошибок которые приводят вот к ошибке в данной оценке то есть это действительно такая погрешность плюс-минус 5 кельвин для вот этого параметра да, он достаточно чувствительный хорошо, вот следующий на 20-й по-моему странице у меня тоже был вопрос а дальше вот здесь вот смотрите вы не описали что такое красные точки синие точки черные точки причем у красных точек стоят погрешности по-видимому какие значит статистические систематические непонятно и почему так сильно отличаются эти вот данные с погрешностями без погрешностей так, но я прокомментировал что здесь вот проведены это анализ вот этих спектров да, и здесь проведена анализ проводился опять-таки подгонкой аппроксимации экспериментальных кривых теоретическими формулами здесь экспериментальные кривые описывались моделью гавлика-негамид для вот релаксационной моды с у которой параметрами стоит ширина и асимметрия и вот после подгонки здесь хорошо видно что подгонка сделана достаточно хорошо экспериментальные кривые здесь вот эти вот хорошо ложатся на экспериментальный но разные цвета это разные кельвины да? разные цвета это разные температуры точки это экспериментальные точки а вот пунктирные линии это собственно модельные кривые из этих модельных кривых были определены частота пика это вот синие точки и диэлектрический вклад этой моды и так как это описание вот этими моделями они имеют погрешность подгонки поэтому были поставлены вот эти вот точки были подпасами погрешностью спасибо большое если еще какие-то вопросы услуги если нет то мы переходим к дискуссии пожалуйста высоко то есть и по существу диссертации и как вы оцениваете значит вклад диссертанта его работу есть желающие выступить я хочу сказать пару слов на пожалуйста мне кажется что вот это ответы на вопросы вообще чтение диссертации вообще представление все говорит о очень высокой квалификации михаила и предложение так сказать поддержать эту работу и его желание получить степень кандидата физико-математических наук вполне обоснованную я предлагаю проголосовать за присуждение кистить спасибо еще и желающие нет и я вам тоже хотел если можно высказаться хотел сказать что очень сильной стороной работы михаила является то что лично михаил сам делал как экспериментальные измерения экспериментальная работа была на нем так и им же были сделаны очень сложные расчеты по тему путем системам которые он сам же измерял это в принципе редкая такая комбинация мало по моему диссертации ну не очень много так сказать кандидатских работ такую комбинацию демонстрирует в то же время немножко развивая вот те вопросы которые я я написал в отзыве могу сказать что может быть такие сложные 9 расчета они могут быть слишком сложными и и многое можно было бы сделать на основе более простых таких полуэмпирических моделей которые например могли бы учитывать как раз квантовую природу ядер но это уже такой нюанс который может быть михаил дальнейшей работе это замечание ему окажется полезным а так мне кажется что работа очень интересная я ее буду поддерживать и всех 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 членов совета хотел бы к этому же призвать спасибо спасибо большое можно мне слово конечно дорогие коллеги что я могу сказать вот из выступлений с диссертации михаила анатольевича мне стало совершенно ясно очередной раз что вода также не исчерпаема как сама жизнь и вот то что михаил удалось найти некую новую оригинальную систему где проявляются ну вода уже служит скажем так источником вот этих квантовых диполе системы диполе которые мы изучаем с одной стороны старые физические эффекты с другой стороны выводим их как бы в на новую на новый уровень вот все это меня и мне очень понравилось понравилась и постановка задачи и набор методик что скрывать мне как экспериментатору очень приятно видеть мечту экспериментатора широкодиапазонную спектроскопию извините от килогерца до так сказать сотен терагерц вот и конечно же и постановка и решение этих задач они определили результаты и то что меня ничуть не смутило что большое количество соавторов во всех практических статьях михаил на первом на втором месте только в одной на еще communication самый первый он на пятом но я считаю 5 это очень хороший результат и видно что и в этой статье его вклад неоспорим что очень важно несмотря на то что диссертация представляет собой законченное исследование то полностью закончен труд написан на высоком уровне она открывает перспективы работы наша дискуссия по сегодня обсуждение показала то есть вот замечание они действительно показали что это направление не просто кандидатской диссертации это направление перспективные в дальнейшем поэтому здесь у меня нет никаких сомнений что михаил анатольевич проявил показал себя с лучшей стороны показал что он достоин вот это все выполнил все квалификационные требования и я в общем сам буду голосовать за диссертацию михаила анатольевича за него самого и вас призываю тоже поддержать эту работу своими голосами спасибо большое спасибо большое и у нас значит предоставляется слово соискателю для заключительных замечаний пожалуйста так раз да свое заключительное слово я хотел бы потратить выражаю благодарность тем людям без которых этой исследований этой диссертации не было бы ну и первую очередь конечно я благодарю своего научного руководителя который принял меня в лабораторию принял меня в коллектив дал задачу с которой интересно работать которая в итоге развилась вот то исследование которое я сегодня представил вам ну и конечно поддержка и опыт этого человека во многом определили этот результат также я хочу выразить благодарность всем нашим коллабораторам и коллегам из разных институтов из разных стран которые дали воспользоваться и помогли проведением экспериментов и провели часть экспериментов которые были здесь представлены это мартин дресселя из университета штутгарта томаса виктору габриэловичу за его экспертность и синтез образцов его уникальный опыт потому что такие вещи могут делать единичные люди самину максимум за проведение и помощь в проведении в консультировании по радиочастотной диэлектрической спектроскопии Вениамину Абалмасову за помощь с Монте-Карло моделированием ну и отдельно хочу благодарить Жукову Велену Сергеевну за организационную работу за собственно ее помощь в лаборатории и всех остальных коллег ну и отдельно я благодарю членов диссерта за возможность представить сегодня свой доклад и за ваше время время и вашу экспертность по оценке моей диссертации спасибо большое хорошо спасибо мы тогда завершаем формальные вещи переходим к организации голосования слов предоставляется председатель диссертного совета Владимир Витальевич Глушкову нам надо избрать счетную комиссию значит предлагаю состав счетной комиссии избрать трех человек ну в первую очередь свою кандидатуру как очно присутствующего Глушков Владимир Витальевич зачитываю для протокола витухновского Алексея Григорьевича Алексей Григорьевич слышно меня да вижу вижу и Владимира Владимировича стяга его Владимир Владимирович слышите я готов подтверждаете значит коллеги нужно проголосовать за счетную комиссию прошу вас поднять руки выразив свое согласие кто за вижу против воздержавшихся принято единогласно значит коллеги тогда счетная комиссия переходит к работе значит два вопроса мы должны выбрать председателя тут уж простите придется мне рекомендовать себя в качестве председателя надеюсь что и Владимир Владимирович и Алексей Григорьевич с этим согласятся тут просто выбора нет только очно присутствует вот еще один вопрос безусловно согласно спасибо Валерий Валерьевич мы удаляем соискателя на время работы счетной комиссии поскольку устно хорошо хорошо при нем опечатаем вот я поэтому и спрашиваю сейчас прошу вас покинуть зал на время да Михаил Анатольевич присаживайтесь на свое место я даже пожалуй станут самый торжественный момент диссертации да я уже сидеть не могу просто нет ну это да это как бы пик нашел значит для диссертанта значит коллеги я должен зачитать протокол работы счетной комиссии диссертационная совета LFI 01 04 07 003 по соискателю Белянчику Михаилу Анатольевичу диссертация фазовое состояние электродипольной решетки молекул воды матрицы кристаллов берила кардиорита специальность 01 04 07 физико конденсированное состояние ученая степень кандидат физико-математических наук дата заседания 25 12 20 состав комиссии без имен отчеств глушков и тухновский стегайлов результаты работы комиссии первое процедура голосования была проведена в строгом соответствии с требованиями положения присуждений ученой степени кандидата наук ученой степени доктора наук в мфт и общее количество бюллетеней 6 штук из них роздано 6 штук в том числе бюллетене удаленного участника заседания 5 штук не роздано ноль штук результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени за 6 голосов против ноль голосов воздержался ноль голосов недействительных бюллетеней нет дорогие коллеги прошу утвердить результат работы счетной комиссии кто за прошу поднять руки так вижу все руки кто против кто воздержался за 6 человек против ноль воздержавшихся тоже нет коллеги на этом я считаю заключение до поздравления а хорошо 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 коллеги скажите пожалуйста значит еще один момент если у вас замечание по заключению заключение все члены ученого света должны были получить заранее так понимаю с этим проблем нет у меня у самого вроде бы замечание нет действительно заключение все сделано в соответствии с требованиями положение присуждения ученых степеней отражают основные результаты диссертации есть предложение принять за основу а потом вы подправить если что-нибудь хорошо спасибо значит прошу вас проголосовать чтобы принять за основу текст существующие заключения соответственно с последующими значительными правками кто за кто против кто воздержался все принято единогласно коллеги таким образом по итогам заседания нашего диссертационного совета постановили что на основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета за 6 голосов против ноль голосов недействительных бюллетеней нет считать что представленная диссертационная работа соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в мфте и и присудить ее автору белянчикову михаилу анатольевичу ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 010407 физика конденсированного состояния михаил анатольевич от имени всех членов ученого совета и от себя лично я вас поздравляю с достойной работой и желаем дальнейших успехов ну как говорится на благо науки на вашей личном научной поприще на вашей личной карьере уважаемые коллеги вам большое спасибо что вы нашли время пропонировать труд принять участие в заседании желаю вам здоровья поздравляю с наступающим новым годом и надеюсь что все-таки через некоторое время мы начнем встречаться очно когда все на сгоды упадут а сейчас вот за окном хорошая погода снег по пастернаку и новый год придет всем здоровья удачи и счастья будьте здоровы спасибо большое спасибо поздравляю заседание закрывается все добро